В Казанском университете прошел последний резервный день сдачи внутренних вступительных экзаменов по программам бакалавриата и специалитета в рамках общего конкурса. На сегодняшний день в Казанский университет подано 90 тысяч заявлений. В течение трех дней их количество может возрасти. Уже 29 июля в 18 часов завершается прием документов, поэтому публикация конкурсных рейтинговых списков на порталах ВУЗа будет объявлен 2 августа. В топ институтов по-прежнему входят Институт фундаментальной медицины и биологии, Институт международных отношений, Институт управления экономикой и финансов и Институт психологии и педобразования. Первый приказ о зачислении – это нулевая волна, это целевая квота, льготный конкурс и зачисление без вступительных испытаний. Это 6 августа. Второй приказ – первая волна и единственная по общему конкурсу. Мы принимаем согласие о зачислении в этот конкурс до 11 августа и приказ о зачислении мы публикуем 17 августа. В резервный день вступительных испытаний проходит около 500 человек в бочном формате и дистанционно по различным направлениям подготовки. Сейчас почти каждый абитуриент может оценить свою позицию сил поступления в ВУЗ на конкурсной основе. Абитуриенты, которые четко понимают, что не могут пройти на бюджетные места, имеют право воспользоваться образовательным кредитом. Партнером КФУ является банк – это Сбербанк. Обратившись в Сбербанк в любой офис, вы сможете сказать, что поступаете в КФУ и вы получите полную консультацию. Процент по кредиту на данный момент составляет 3%. Итоги вступительных экзаменов будущие студенты могут посмотреть в личном кабинете, а также в конкурсных списках. Стоит отметить, что в этом году в списках нет фамилий, но есть номера СНИЛС или ID-анкета в системе абитуриенту, по которым поступающие могут найти себя.